всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет видео о пустых баночках у меня их накопилось тут ну по мне так приличное количество есть и в основном это конечно уход но есть немножко декоративки и один парфюм так что кому интересно продолжайте смотреть постараюсь обо всем рассказать быстренько чтобы не затягивать видео давайте начнем с волос закончился у меня вот этот шампунь от натуры сибирики я вам про бальзам уже рассказывала видео об уходе за волосами ну вот для меня не работает вот совсем не работает я повторять не буду вообще к натуры сибирики как по крайней мере к шампунем и бальзамом я наверное не буду пока присматриваться пока мои волосы и так у меня очень хорошем состоянии пока я прохожу скажем так лечение то есть я не могу его посоветовать здесь написано что это абсолютное восстановление для поврежденных волос нет он высушивает волосы длину в особенности то есть без маски без бальзама с этим шампунем вообще никуда если поначалу когда им пользовалась еще куда не шло потом я заметила что нет все-таки высушивает он вымывает до скрипа плохо пенится достаточно большой расход но может быть потому что я не привыкла к шампунем который плохо пенится в общем не повторю этот шампунь то точно дальше для волос у меня закончился вот такой вот комплекс от ля биостатик это вообще предназначена после какой-то процедуры для так сказать поддержание эффекта в домашних условиях мне понравилась вот эта вещь вообще ля биостатик я знаю очень любят блондиночки девочки я ничего не могу плохого сказать вообще об этой марке принципе она неплохая просто наверное для моих волос или может быть я больше люблю такие дайте средства более масляные хотя вот с этим комплексом у меня перестали ломаться волосы поэтому я лично для блондин очек очень советую здесь в начале мойте голову шампунем потом наносите вот такой спрей и сверху наносите маску спрей 50 миллилитров маски 100 миллилитров заканчиваются они кстати одновременно в принципе мне надолго хватило потому что за счет вот этого спрея то что то есть вы высушиваете волосы полотенцем дальше сбрызгиваете спреем и наносите маску за счет того что волосы такие влажные увлажненные маски нужно не так много поэтому в принципе мне хватило надолго и возможно я повторю то есть посмотрю просто у меня много достаточно хотела к не знаю может быть но я думаю что я повторю потому что мне понравилось и кстати аромат вот этих средств такое знаете почему-то мне стоматолога напоминает вот в кабинете стоматолога пахнет также не косметолога а именно стоматолога я не знаю чем таким пахнет но вот у меня ассоциация с кабинетом стоматолога не знаю почему в общем принципе средствами довольно они мне понравились здесь они кстати продаются меня спрашивали где продается эта марка эта марка продается на фарма косметики я вам ссылку оставлю вот на эти средства потому что средства действительно достойные очень хорошо увлажняют волосы никакой сухости вообще класс волосы блестящие и перестали ломаться что для меня вообще плюс огромнейший дальше давайте перейдем к средствам для лица у меня закончилась пилинг скатка от этюд органикс вот такая вы знаете не оценила не поняла но мне девочки писали что есть пилинг скатки которые действительно хорошо работают вот это я уже показывала в каком-то своем влоге что ее наносишь даже на пальцы и сразу начинаются катышки то есть это не скатывается кожа да это такой видимо состав очищает кожу ну так средненько в основном использовала перед какими-то масками небольшим таким слоем наносила массировала ну как бы и все как-то повторять именно вот этой марки точно не буду нет дальше у меня закончилась тоже от марки этюд органикс вот такая умывалочка которую весь и я даже ее разрезала она мне очень понравилась не сушит кожу макияж не снимает то есть ну раза с третьего наверное вы снимете этой пенкой макияж хотя здесь написано что снимает макияж нет но нам очень так мягко при этом хорошо очищает хорошо пенится она внутри была такого белого цвета принципе мне понравилось то есть очень даже кому ваш ком наверное я еще присмотрюсь от этой марки также у меня закончился вот такой огромный тоник от марки и джейн паубер наверно так называется очень мне понравился я его покупала за 999 рублей в риф гоше полная его цена этот около двух тысяч почти две тысячи вот буду когда при в гоше увидеть увижу со скидкой снова за тысячу рублей потому что здесь 400 миллилитров и хватит надолго я обязательно куплю еще очень не напоминает тоник с ромашкой от clorans ну вот это получается бюджетней поэтому я с удовольствием присмотрюсь но на скидка как-то 2000 мне не хочется отдавать вот потому что он в принципе ничего такого особо не делает он хорошо тонизирует убирать какие-то остатки макияжа если они у вас есть или загрязнение или что-то типа того и вот я его использовала под маски под крем и под все что угодно классный тоник очень хорошо тонизирует освежает личико я увижу еще раз со скидкой обязательно возьму его еще раз и так же у меня закончился знаменитый 6 скраб от чистой линии мне она девушка написала что не стоит пользоваться с таким такими абразивными скрабами но мне очень нравится я просто обожаю этот скраб и я думаю что я буду покупать снова и снова особенно на летний период для меня это вот просто не знаю палочка вручалочка я покупаю его все время в магазине лента также для лица у меня закончилась куча масочек вот это биокос маски яма них уже много раз рассказывала они идут с такой штучкой для шеи очень хорошо увлажняют они не омолаживают не уменьшают пигментацию выравнивают тон кожи и дают очень хорошее увлажнение особенно когда вот вы побывали допустим на солнышке и такое знаете такая сухость прямо дикая кожа вот это спасают эти маски очень хороши в этом плане тоже я покупала в ленте стоит 56 или где-то 60 рублей или 65 рублей мне кажется для такой цены маски очень даже неплохие я буду наверное все время их покупать как и скраб от чистой линии мне нравятся они дальше вот эта масочка я покупала несколько брала с собой в отпуск в турцию что могу сказать биокос нравится мне намного больше этим то есть после маски отбил после вот этой биокос можно не наносить вот например когда жарко можно не наносить вообще никакой крем кожи достаточно увлажненная в хорошем состоянии вот от этой маски такого нет все равно хочется что-то нанести после этой маски и одна девушка мне писала что на эти маски у него была аллергия так что если вы склонны к аллергии каким-то высыпанием от ну к аллергии да от косметических продуктов тогда не стоит приобретать я ее покупала в ленте но по мне так такая неплохая бюджетная но биокос нравится больше также у меня закончилась вот такая маска от faberlic неплохая маска вот она даже получше работает чем моя любимая биокос честно признаюсь но она стоит подороже она внутри была такая прямо знаете не тряпочка такая более жесткая очень хорошо увлажнила напитала конечно лифтинг сияние я не заметила но вот прямо такой увлажненная напитанная кожа прям такая даже немножечко как разглаженная за счет хорошего увлажнения я еще раз ее себе закажу брошу обязательно в корзину себе когда будут делать еще раз заказ faberlic то есть принципе мне понравилось и вот такие масочки тоже вот марки faberlic кстати давайте сразу скажу артикул 1044 вот у этой маски 1044 так что классная если вы заказываете faberlic обязательно возьмите и еще вот такие масочки вы знаете я их не поняла я вот я не знаю я не поняла просто что они делают честно признаюсь они такие внутри гелеобразные вообще этот пакетик можно разделить на два раза артикул у них 24 200 это маракуйи и 2373 это с клюквой земляникой вообще это витаминные маски но как бы нанесла и как бы ну как-то походила я не знаю то есть я честно сказать не поняла что они делают честно признаюсь наполняет кожу энергии а вот это вот с клюквы и земляникой написано что отшелушивают кожу обновляя увлажняю ну что то нет я ничего и плохого то сказать не могу да вроде как бы дало хорошее увлажнение хорошая комфортно было кожи я думаю что мне нужно взять еще раз еще раз попробовать может быть какие-то другие уже да и потом уже сказать свой вердикт на здесь вот пока ничего ну как-то нанесла и можно пакет разделить на два раза то я что ухнула я уже когда вторую маску делала думать что-то я как-то переборщилась маска можно было на два раза разделить но в общем да также от фаберлик у меня закончился вот этот крем для рук слушайте хороший крем для рук ничего не могу сказать артикул 2144 приятно пахнет таким вишенкой очень хорошо питает я наношу обычно его наносила на ночь хорошо питает у меня кстати часто вы спрашиваете почему мне такие ухоженные руки я потому что постоянно мажу их кремом потому что на самом деле кожа рук у меня достаточно сухая вот даже мне кажется слышно да и поэтому я постоянно наношу на крем и когда у меня сильное шелушение кожи я наношу просто обычный бипонтен на ночь и у руки с утра потрясающие каждый день на ночь я наношу какой-либо крем вот этот крем неплохой и у меня сейчас есть пророки крем тоже мне очень нравится поэтому я буду фаберлик и все время заказывать крем для рук для ног очень классно также у меня закончился вот такое средство я его повторю поеду в риф гош обязательно от сали хэнсон это для удаления кутикулы у меня есть машинка но машинкой я не всегда то есть машинкой так как я не особо умею пользоваться я обычно сижу долго если мне нужно быстро переделать маникюр я использую вот это средство классно растворяет кутикулу как бы даже не пересушивая ее то есть потом нету вот таких знаете прямо сильно сухой такое кутикула мне нравится повторю еще раз особенно для ножек я кстати вот это средство на ножки наношу знаете вот этой стороны пальчиков еще чтобы вот размягчила все а потом просто пилочка вот так вот ну высушиваю да и пилочка так срезаю то есть и педикюр и маникюр и все у меня идет этим средством очень классно также у меня закончился и ос полностью я повторять его больше не буду не за он стоит что-то 500 700 рублей или 600 рублей да и как бы ну такое увлажнение вниз они не очень нравится я не особо понимаю и понимала восторга вокруг этих бальзам для губ ну как бы да вот так вот так дальше у меня декоративная косметика закончился у меня это спрей фиксатор для макияжа от марки кика я его повторю сто процентов но единственно что если вы знаете какой-то хороший фиксатор макияжа с эффектом увлажнения обязательно напишите мне внизу инфобоксе может быть потому что этот стоит около 1000 рублей 900 чем-то рублей там внутри такой шарик и вы разбрызгиваете может идти до макияжа и можете после отлично фиксирует любой макияж даже тени держится лучше потому что я просто закрываю глаза и вот так вот сверху фиксирую все супер классно но сейчас лето я сейчас не пользуюсь тональная основа потому что сейчас жара жуткая и как-то не хочется лишний раз перегружать кожу и ближе к осени я сто процентов его закажу потому что даже дает комфортное такое увлажнение кожи что для меня просто супер это что его можно носить также как праймер перед тональной основой и тональная основа действительно лучше ложится у него кстати у многих очень хороший отзыв поэтому вам тоже рекомендую ссылку на него я оставлю внизу вам в инфобоксе дальше у меня закончились мои любимые две туши которые я наверное буду повторять и повторять если не дай бог их снимут с производства я буду реветь сейчас у меня накрашена ресницы другой тушью я хочу добить тоже выбросить если что они очень быстро заканчиваются две-три недели все туши нет но стоит они что 200 рублей поэтому мне кажется можно позволить я крашусь каждый день поэтому они у меня заканчиваются быстро очень классно единственно что конечно щеточка такая огромная прям нити большая но я к ней уже привыкла туши то загибает ресницы удлиняет делает объем разделяет все супер вау тушь сейчас у меня кстати на ресницах это тушь буржуа который у меня что же давно валяется решили добить пока тут жара не течет ничего не происходит единственное что если вы ткнете себе в глаз это кисточкой то будет немножко щипать это единственный минус этой туши во всем остальном супер она не растекается то есть я ношу линзы и все равно продолжаем носить эту тушь потому что никаких проблем у меня нету также у меня закончился блеск от его мозаик я его не советую до красивые оттенки вы мне постоянно делать комплименты когда я с этими блесками снимаю какое-нибудь видео но они просто отвратительно ужасные видите они уже ложатся то есть сразу ложатся комками вот я провожу растекаются с карандашом без карандаша растекаются вот здесь вот они текут ползут через какое-то время получается вот этот пигмент он в каком-то месте больше в каком-то меньшими даже мама говорит господи наташу тебя за помада такая ужасная потому что если на камеру это еще куда не шло в жизни это выглядит просто отвратительно как будто знаете вы нанесли помаду потом рукой вот так сделали примерно точно такой же эффект но оттенки у них просто потрясающие там если посмотреть подойти к стенду его мозаик можно увидеть что просто много классных оттенков но к сожалению блески по крайней мере вот эти отвратительно у меня есть еще второй блеск который мне давали в подарок я добиваю дома выброшу и все и больше больше даже смотреть сторону блесков от его мозаик не буду ну и последнее на сегодня это парфюм у меня закончился живанши лайф ирисис ты был наверное так называется сейчас вышла еще новая версия этого парфюма я вам оставлю на него ссылку внизу в инфобоксе я его покупала в риф гоше и соответственно на риф гоше оставлю ссылку очень классный для меня это такой весенний ягодно цветочный какие-то сладкие лепесточки знаете может быть даже какой-то пиончик я не знаю я уже пирамиду честно не помню не буду врать но у меня есть обзор на этот аромат я оставлю вам тоже ссылку на это видео внизу в инфобоксе очень классный аромат для меня весенний и новый аромат который вышел он чем-то на него похож поэтому я не хочу единственное что этот аромат я часто на ком-то слышу очень часто настолько часто что он мне даже приелся и вот он у меня закончился пока что я покупать не буду его но аромат очень приятный очень вкусный такой мягкий и женственный обволакивающий классный и не кстати он достаточно стойкий то есть на мне он например держится на полдня так точно он держится вот у меня это версия туалетной водички так что в принципе аромат хороший ну вот я много где встречаю то есть даже по торговому центру там могу в очереди стоять рядом с девушкой я чувствую что пахнет ну может быть не конкретно а вот этой версии да но чем-то похожим то есть вот именно от жиланши какие-то ароматы очень похожи и поэтому мне не хочется его приобретать особенно сейчас летом я еще чаще стала его слышать поэтому пока что на сегодняшний день я его не буду повторять вот кстати хочу показать вот этот блеск его мозаик ведь я всего лишь нанесла на руку и посмотрите какие пятна отвратительны не покупайте блески от его мозаик на сегодня я буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео она была для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики верхней это очень приятно всех люблю целую и до новых встреч